Сегодня нам есть за что дякувать Бога. Життя не спленяется, церква міцно тримается и продолжает быть поддержкой для людей. С маленькими детьми получили питание и средства детской гигиены. Людей, эвакуированных из горячих точек, церковь всегда угощает обедами. Было приготовлено более полсотни таких горячих угощений. Также помощь для содержания людей, вынужденных покинуть свое жилье, передается в поместные церкви. Это около 7 тонн продуктов и средств гигиены. В центре реабилитации церкви спасения регулярно получают помощь с питанием. Это примерно по 2 тонны продуктов на каждый центр. Восточную часть Украины передали несколько тонн медикаментозной и продуктовой помощи. У цей непростий час кожен потребует стабильности и турботы. Багато тех, кто отъезжал, уже вернулся домой и к своего служения. Біля храму збирается все больше людей. Для их комфорта на летнем майданчике біля МДЦ выготовили и установили додатковые столи и лавки. У самому шкафе появились новые мягкие табуретки. Територия біля храму потребует постоянного догляда и обновления. Косметичный ремонт сделали для декоративного водоймеща біля памятного камня, где обычно любят проводить время дети. Наслідки войны в нашей стране, на жаль, доторкнулись и храму помісной церкви в Ирпене. Наразі центральная церковь помогает у ремонта примещения. Благодаря вашей помощи финансовой мы смогли восстановить и окна, мы смогли восстановить крышу, отремонтировать. И сегодня мы вновь можем собираться в нашем храме здесь. И за это все огромное спасибо вам и слава нашему Богу. Активную помощь надают церкви у Переяславе, где сейчас перебиваются беженцы. Церква пиклуется про них, закупирует ежу и обеспечивает их убеду. Наш молитовно-оздоровший центр «Фавор» у Радимишли протягом трех месяцев активно помогал людям, которые шукали тимчасовый прихисток. За этот час тут остановились близько сотни людей. Все, что происходит в церкви, стае реальным благодаря вашей поддержке. Разом мы сильны. Нехай мир Божий наповнить наши сердца, семьи и Украину.